Сегодня миграционная ситуация намного хуже, чем в 2015 году, заявил Виктор Орбан на саммите стран Вашеградской группы и Египта. Пример Венгрии подчеркнул, Евросоюз сможет справиться с такой ситуацией только в том случае, если у него будут внешние союзики, в том числе такие, как Египет. Виктор Орбан выступал за отмену ограничений, которые не дают возможности Египту приобрести необходимое оборудование для защиты своих границ. Министр иностранных дел Венгрии добавил, Евросоюз заинтересован в том, чтобы Египет смог защитить свои границы и сохранить свою стабильность. Отряд венгерских пограничников отправился на месячную миссию в Сербию, Северную Македонию, Словению. Контингент венгерских полицейских поможет местным властям в защите границ. Венгерская полиция с 2016 года участвует в заграничных миссиях по защите границ. Премьер Венгрии поздравил нового австрийского канцлера Александра Шаленберга. Виктор Орбан в своем письме отметил, что рад тому, что в лице австрийского коллеги будет сотрудничать с политиком, который предан будущему Европы и заодно относится уважительно к Венгрии. Виктор Орбан подчеркнул, что касается политических, экономических и общественных отношений, Австрия является приоритетным союзником Венгрии. Успешно проходят подготовительные работы для расширения мощности на атомной электростанции ПАКШ. Министр иностранных дел Венгрии провел согласование с генеральным директором Росатома о точном графике работ в Москве. Петер Сиерту в этой связи отметил, что ядерная энергия помогла Венгрии в том, чтобы защитить окружающую среду и провести политику сокращения расходов на услуги ЖКХ при сохранении надежного энергоснабжения страны. Останки советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, которые нашли при реконструкции площади Святой Троицы в городе Калуча, были перезахоронены при военных почестях. Памятник на месте, где нашли вечный покой 214 советских солдат, был воздвигнут на центральном кладбище города. Глава Кабинета Министерства обороны в этой связи отметил, сохранение памяти жертв является патриотическим долгом как в Венгрии, так и в России. Вирусолог ожидает ускорения эпидемии коронавируса и появления вируса гриппа в октябре. Специалист в интервью нашему каналу отметил, речь идет о более агрессивном дельта-варианте коронавируса, но сейчас ситуация лучше, чем в октябре прошлого года. Миклаш Рушва и добавил, улучшение произошло однозначно благодаря успеху вакцинации. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания.